Непопулярные экспозиции закрыть, смотреть или уволить, работать допоздна и увеличивать поток туристов. Министерство культуры поставило перед музеями задачу стать эффективными. Что это значит и на какие жертвы придется пойти музейщикам, чтобы соответствовать новым стандартам, расскажет Наталья Пайнцева. Министерство культуры поставило перед музеями глобальную задачу. Надо стать еще ближе к народу. Как это сделать? Ну вот хотя бы работать по вечерам. Владимир Суздальский музей-заповедник это уже пробовал. Мы открывали. Семь человек, пять человек. Поймите, это все очень тонкие вещи. Представьте город Гусь, хрустальный. 60 тысяч населения. Закрылся завод. Столько безработных. Такие социальные проблемы. Вы что думаете, они вечером в музей пойдут? А ведь те люди, которые останутся в музее в вечернее время, им нужно доплачивать за переработку. А этого фонда у меня нет. А еще от музеев культурные чиновники требуют увеличить число выставок. Какой кровью это дается, высокие мужи, видимо, не знают. Ведь это нужно подобрать подлинные вещи. Заранее выстроить план приведения этих вещей в порядок. Ведь у нас музейный фонд более 400 тысяч предметов. То есть надо их отреставрировать, чтобы они были в том виде, в каком они должны быть выставлены в музейном пространстве. У музея-заповедника семь выставочных залов в трех городах. По оценкам музейщиков, по новым требованиям, выставка должна прожить всего три недели. И это при таких-то колоссальных затратах. Ее, конечно, можно отснять на видео и выложить в интернет. Но ведь это уже не то. Хотя присутствие музея в глобальной сети – это большой плюс к рейтингу эффективности. Еще одна директива из Минкульта гласит – от малопосещаемых экспозиций надо избавляться. Но, например, с музеем наивного искусства в Суздале заповедник расставаться не хочет. Да, на любителя, да, не супер популярен. Но ведь и такие вещи люди должны видеть. Вообще, владимирские музейщики готовятся пойти в народ. Интерактива, такого как праздник огурца или гусиные бои, будет больше, чем развлечь, придумают. Будем стараться изо всех сил. Будем выезжать, например, в детские дома с вещами не основного музейного фонда. Нам это запрещено. То есть те вещи, которые на таком нахозяйственном учете. Ну, например, с какими-то игрушками, с какими-то еще вещами. Будем какие-то театрализованные вещи устраивать. Будем, что надо, заходить в народ. Один из важных показателей эффективности – детская аудитория. В последние годы поток школьников в музее-заповеднике заметно уменьшился. И дело не только в демографии. Классным руководителям стало хлопотно привезти детей даже в палаты. А ведь это нужно – собрать деньги с ребенка, посадить в троллейбус, привезти в другой конец города, если школа в Добром или на юго-западном районе, и прийти в музей. А ведь раньше специально в городе Владимире была статья расхода городской администрации на музейные посещения владимирских школьников. Мы просто отправляли счета, и нам их оплачивали. И не надо было деньги собирать с детей. А вот кого в музее станет меньше, так это самих работников. Москва требует сократить штат. В первую очередь откажутся от обслуживающего персонала – плотников, электриков. Дворников у музея уже нет. Смотрители останутся, если согласятся по вечерам убирать залы. Оптимизация кадров больно ударит по тем работникам, кому за. И ничего не попишешь. Быть эффективным для музея – значит существовать. Я должна выполнять показатели, потому что от этого зависит благосостояние музея. Это значит дополнительное финансирование. Это значит дополнительный объем реставрационных работ. Это значит можно покупать… Мы должны увеличивать музейный фонд. А это же стоит денег. А антикварный рынок не дешевеет. Если раньше люди что-то просто приносили в музей, бабушка – это кружево, эту шкатулочку и этот перстень, простите, отнесет в антикварный магазин. Сложнее всего будет с научными сотрудниками и реставраторами. Качество их работы, от чего зависит и зарплата, как сказал бы классик, аршинам общим не измерить слишком творческие профессии. Так, дорогой, ты вот это не сделал, это не сделал, это не сделал. А он, гад, взял и такое научное открытие сделал, неожиданное. Сидя дома, оставшись после работы. Вот он не выполнил вот эти критерии, но сделал вот такое, что впору диссертацию защищать. Может такое быть? Значит, я, как руководитель, буду нарушать эти критерии, наверное, да? Кто знает, на какие еще ухищрения придется пойти Владимиру Суздальскому музею-заповеднику, чтобы соответствовать новым стандартам. А вот чего музей пока точно делать не будет, так это поднимать цены на входные билеты.